Ценой собственной жизни 16 лет назад двое каргандинских полицейских подставили свою машину под грузовик, спася тем самым три автобуса с детьми. Один из полицейских погиб. Сегодня его родных пригласили в кинотеатр на примеру фильма о погибшем Кайрате Жумабекове. Но родные не знали, что в этом же зале собрались 130 спасенных детей. Сюжет Людмилы Батюшкиной. Мы ездили на экскурсию в Востону. Мой автобус, где я была, то есть он резко остановился. Я это точно помню. Помню, что я даже переднее сиденье, у меня губа ударилась, то есть кровь пошла. Я помню, сзади водителя сидел. И в один момент резко стукнул. Получается, там КАМАЗ ехал с ПЦ, там, то ли он не справился с управлением, и резко там у нас случилась авария. Мы слышали то, что там погиб сотрудник полиции. Буквально за какие-то секунды машина грузовая, хова, везущая, ну, сыпучековый-то друс, не помню там точно, что было. Выскочила на встречу, прям, ну, на нашу встречную полосу. И Карат незамедлительно принял решение. Стал только на парня держись, и пошел на него на таран. Другого решения там не могло быть. Если бы не на нами шли автобусы, просто, если вы понимаете, что это не Атлан, это вот лобовое стекло, у него было сплошное стекло. Этот грузовик, он просто бы переехал в колону. Я в коме был четыре дня. Когда супруг погиб, мне было больно. И, со мной стороны, было обидно, что он ушел. Но потом я поняла, он любил детей. Я прошу встать всех, кто был спасен Кайратом Жумабековым и Дмитрием Куличем. И когда я увидела детей, конечно, они уже большие. У каждого семья, по двое детей уже. Только что, когда мы спускались, они подходили, говорят, вот, я стал врачом, я сейчас врач. Кайрат сверху смотрит и, наверное, гордится. У сотрудников было 30 лет, то есть мне сейчас 30 лет. То есть на тот момент принять такое решение, да, как бы это нужна спонтанность, как-то это быстро надо принимать решение. Я бы думаю, я бы, ну, если бы брать меня в расчет, я бы не смогла так сделать. Само пожертвование, конечно, это очень большая редкость в наше время. Сейчас многие уже семейные. У меня двое детей. Я спасибо вам за это. Буду помнить, конечно, своим детям, говорит. Это посуду мы запомним навсегда. И никогда не забудем, и благодарим за это. С детства изначально смотрел на отца, как отец носит форму. Также хотел носить погоны. У моего отца была мечта, что я стал сотрудником полиции. Изначально мама была против, однако в конце концов дала свое добро. Я сделал свой угол. То, что неоконченное дело отца нужно закончить, до конца довести. В присутствии отца рядом всегда есть, как бы сказать, мой ангел-хранитель, который всегда рядом, охраняет меня. Так, ничего не боюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!